Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Каспер со мной в компании Sunlight И мы начинаем с вами смотреть вторую игру сегодняшнего дня Elements Pro Gaming против Power Rangers в рамках квалификации на Summit 6 Европейские квалификации, первая фаза В принципе, всё, Best of 3 на вылет, во! Да! А ну ещё раз скажи это! Да! О, замечательно, всё! Здравствуйте! Привет, привет, ещё раз! Ну, собственно говоря, я вот сейчас смотрю сеточку, говорю то, что победитель этой пары Это верхняя часть таблицы, мы смотрели Vega Empire, это была нижняя часть Тут будет с победителем пары FriendSkype Битва в следующем, ну, в полуфинале Vega уже в свой полуфинал проскочили Собственно, там у нас будет ещё продолжение Там завтра, послезавтра, короче, очень-очень-очень много доты У меня вообще великолепная получается ситуация Потому что завтра я уже с утра, с 7 утра ворвусь на Юго-Восточную Азию комментировать Так что вы сегодня, меня послушав, можете иметь совсем небольшую паузу Так, сейчас, одну секунду Всё, я вернулся, я прошу прощения Кирилл Да Как ты относишься к пикам и банам текущим? Предыдущая игра, как ты думаешь, повлияла немножечко на них? Честно говоря, не знаю, но я знаю, что здесь не будет нюкса в этой игре Как это? А знаешь, почему он не будет? А почему его не будет? А потому что токсировал это же в пике у элементов И они сами себя законтрили Ну а если они его в мид поставят, например? Да ну не Ну, Team Ukraine же играли с нюксом в миде Ну, это Team Ukraine Ну, если говорить по поводу предыдущих игр, я думаю, что свою лепту они, безусловно, внесли Я думаю, что и те, и те следили за матчем Вот, посмотрим, как элемент с гейминг будут показывать себя, извиняюсь, элемент с про гейминг Вот, я не следил за этими ребятами совсем, не знаю, как это будет Но, судя по пикам, пока что у Power Rangers довольно-таки мощный сетапчик вырисовывается Дровка, Дазл, ОД и Акс Тем более, что у ребят из элементов, не сказать, что прям боевые герои на стадии ленинга Против вот этого Акса Дазл Луной, смотри, еще решили все это дело подкрепить Ну, в целом, герои вроде бы могут там идти в лобовую драться Но это если вот мы говорим про прям совсем никто ничего не нажимает, просто идут друг друга колотят Но там и Дровка дальнего боя, Дваурор дальнего боя, Дазл дальнего боя, а здесь вот милишники и луна нарисовалась Ну, знаешь, мне кажется, все-таки не будут PR мудрить что-то Я не думаю, что Акс начнет конкретно с оффлейна Вот, там его все-таки все равно можно выгнать Думаю, что Дазл останется на боте Ну, тут зависит все от последнего суппорта у PR-ов Возможно, даже это, знаешь, как Акс такой четвертой позиции Ну, как бы Тут может многое случиться в действительности Хороший бан от PR, забанили они Виверну Все-таки физ урона у них, ну, много, но, тем не менее, есть еще и другие там способности ОД как бы чистым бьет, Акс тоже крутится Но Виверна все равно, она хороша при аутпуше Плюс мы конкретно, мы проиграли, когда я играл с DX, вот на этой самой квалификации Мы проиграли PR-ом И вот Виверной я убивал суппортов команды PR Как раз-таки ультимативной способностью Поэтому тут действительно Виверна против Тараксена всегда хороша Ну да-да-да, там можно многих персонажей пытаться выключить И хотя с другой стороны, против рейнджевой стратегии есть один минус То, что тяжело застать кучей, ну, много героев И в этом есть, ну, такая уязвимость небольшая Потому что максимум ты там, ну, двух-трех героев можешь поймать Ну, в смысле, один стоит и там два его бьют И то это будет хорошо, если это будут два персонажа Знаешь, мне вот нравится, чем у Дэй сейчас Тем, что, ну, конкретно в этом пике То, что это не только персонаж Вот, как просто, как мидер Здесь он, в принципе, хорош против инициации Да, он может прятать, если что От, даже от Ульты Войда, там, Акс может грамотно врываться То есть, контрренициация тоже у них есть Вообще, все целый пик Power Rangers пока по мне так выигрывают Мне не особо нравится вот конфронтация конкретно Луны, Аграф и Войда То есть, это, пока мы видим, по сути, почти четырех милишников Ну, когда, конечно, Луна купит Dragonlance Это будет немножко иначе, но все равно PR могут очень хорошо начало начать Начало начать? Начало начать Стартануть со старта Кстати говоря, верно, еще хороша бы была Даже с одним PR-ом, на самом деле Ну, хоть это и выглядело бы, наверное, как два героя пятой позиции Да, за Луи Верну Но не стоит забывать, как Акс хорош с Луи Верной на Эншентах Ну, кстати, да Я помню, был когда-то этот же Абуз Когда ты там просто делал 50 рипл стак Потом просто заходил Акс И потом просто топ-1 Нетворс на карте Неожиданно Да, быстрый даггер, очень быстрый левел Что у Луи Верны, что у Акса Крутая тема, на самом деле Ну, а ты, Роман, как оцениваешь шансы команды Elements Pro Gaming? Ну, вот до пика Рубик мне все нравилось Ну, относительно А зачем? А зачем Рубик? Ну, вот я и говорю, что вот Рубик Я совсем что-то не понял, нафиг он тут нужен То есть пока героев, против которых Рубик хорош, нет И тут Пудж вообще заезжает к ПР Просто паджер Бучка Это у нас ГДМ на бучке будет Ну, вот я опять не понимаю, зачем особо нужен здесь этот Рубик О, у меня просто дисконнект В смысле, ты не понимаешь? Видишь, они все прочитали, что это бучка будет как бы Сейчас воровать хуки будет Да, сейчас бы у бучки хуки поворовать Ну, то есть Рубик сам по себе очень ватный Ну, сыпется от вот этих физдпсеров в мгновение Ему там от дроу рейнджера нужно 3-4 удара Ну, не больше Короче, странно, странно все это выглядит Ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет все Да, у меня что-то дота вообще не хочет коннектить Да, может у меня тоже она сломалась Я просто не вижу этого Я просто еще... Нет, не взял персонажа, но уже паузу поставили Ну, возможно, не у меня у одного дисконнектнуло Да не, вроде все здесь А, ну окей, окей Тогда просто это я довн Хорошо Начинаем, собственно говоря, смотреть Погнали Сразу пройдемся по персонажам Так как у нас уже все-всех разобрали Команда ПР Джеймс будет играть на Дазли Годем, как ты и говорил, Пудж Бигнум, дроу рейнджер Афонин же Аутурул Деваурер Ну и Чеширский Кот на Аксе Воид Бай Гоги Леброн Дота играет на Агре Милан на Рубике Мич на Дарксире И Swift Эндинг на Луне Да, да, да Ну и что же Вообще, вот, действительно, так посмотреть Для Пуджа Здесь настолько сладкие цели Я вот даже не знаю Я как полупрофессиональный Пудж Смело могу заявить То, что цели реально очень сладкие Ну, знаешь, на самом деле Как бы, несмотря на пик Рубика, да У них хороший трилейн У них за счет ауры Луны Они могут спокойно Ну, допустим, если Акс какой-то пойдет Там с тем же Дазлом на топ, да Ну, что маловероятно, в принципе Они могут выгнать спокойно Имея баф Луны Просто куча дэмэджа Этот, даже этот Огр несется там вперед Ну, они могут с руки хорошо бить Вот, ну, Рубик здесь И способности, что он сможет своровать адекватно Астрал Паджера Хук Я просто, извини, я вот на секундочку Я показываю сейчас чудеса игры Дота 2 У меня вместо Акса просто бегает табличка Эрор Знаешь, недавно был забавный случай Что у нас человек пикнул Бэтрайдера А на его картинке был Клокверк Это было на Ктэлл, там скрин был Или наоборот, знаешь Нет, наоборот Был пикнут Клокверк А на его пикче Был Бэтрайдер Конкретно вот Очень неплохо Что я могу еще сказать Да Опять же, телепорты Я просто вот смотрю за Эрором Смотри, как, кстати, забавно сыграли ребята СПР Точнее, Шир Он забанил двумя вардами один спот Но прикол есть в том, что одним сентрем А-ля Семен за Слеер Можно разблочить и тот, и тот вард Который вот где-то вот в этом районе, да, оставился? Да-да-да-да-да Ну, видишь, вот Семен шарит просто Семен Батек Ну что, начинаем На нижнюю руну выходят Здесь уже ОД спрятался за колонной Вот, кстати, мне нравится, как играет Чешир конкретно Вот он, видишь, он до конца не покупает айтемы То есть он смотрел, что, как будет лейниться И вот он только сейчас себе принес счет Конечно, в каком-то плане это в ущерб мидеру, да То, что он сейчас не принесет себе фласку сразу же Вот Но он, то есть, он не решил сразу же там Покупать аэрон талон или еще что-то Или какие-то айтемы Тут я уверен, что вместе с флаской сейчас еще какие-то айтемы придут к аксу Я продолжаю радовать зрителей табличкой Error Ну ладно В центре вот ОД в итоге стоит против Войда Войда, да Да, да, да Я вот тоже хотел на это посмотреть Ну типа Войда много дэмэджа С руки Ну ОД так-то тоже немало В перспективе Правда, Афонин пока мы видим с Аркейнорбом Как ты относишься к этому решению? Очень странное решение, честно говоря То есть, возможно, знаешь, он думает про то, что там Может быть вкачан какой-то потенциально тайм делейшн То есть, будет фризить специально, но я не знаю Такое Ну, реально, не знаю Ну, знаешь, с одной стороны он стоит Спасибо, спасибо, Габен Ты продолжай, продолжай Я продолжаю тут на боте Развлекаловка идет Огр с Дарксиром кайфует Гоняет Паджера с Дазлом Ничего серьезного как Вот, кстати, знаешь, я подумал, что Ну, действительно есть объяснение тому, что Он вкачал почему Аркейнорб Он стоит все-таки против милишника Вот, и Тут имеет, как бы, место быть Что можно замаксить 1-3 То есть, спокойно Ну, тут ставится пауза На твое счастье, Роман Ну, реально странная какая-то история с этой Дотой Ну, то есть, меня вначале выкинуло, потом у меня бегал Эрор А потом Собственно, она просто крашнулась Она, видимо, сама не выдержала своего ужаса Свои ужасности И тут ее отжимает уже, Роман Ну, я почти уже зашел Я уже почти зашел Я пока нашел в интернете видео Горящего Samsung Galaxy Note 7 Отлично Ну, тут по крепостату 5-6 ОД против 4-2-2 Я думаю, что В принципе, в принципе Тут ОД должен выигрывать Действительно грамотную раскачку берет себя Андрюша Да, Андрюша, Афонин Вот Сейчас тут бегает Огр на хосте С ботинком Он пошел Акса гонять Ну, Акс зарашил быстро Отранкил Довольно-таки, да Быстро вышел Без аэрон талона Решил играть Шир Тут Гадем промахивается Хуком Под арксиру А это мог бы быть потенциальный килл Я там вижу Акс пока начинает с ПВПшиться С Огрмагом Огрмагом Ну, это непонятно, кто сильнее Ну, складывается впечатление, что Пока что Акс посерьезнее смотрится, но Он просто на характере Она выгоняет его Из леса, говорит, отстань от меня Зафорсил телепорт и зануть Так, ну, а Афонин, что у него там 10 на 8 Тут пока 8 на 2 Нельзя немножко Афонина, не прокает Ну, зато у Буфейда прокает Просто пришел таймлок дал Вот знаешь, вот то, что добавили Вот я хотел обсудить эту тему Со станом Типа баннер Аля Вов А, ну-ну-ну-ну Я просто не понимаю, какой в этом смысл Конкретно для тебя То, что, ну, тебя станет Я, типа, просто еще не поиграл Просто с того момента Я поиграл, это жуть и мерзость Ну, то есть... Ты имею в виду... А если... То есть, а видно, как этот Вот ты, допустим, кого-то застанел Ты видишь этот же баннер Тогда это имело бы смысл? Нет, вроде бы Тогда это вообще зачем? То есть, это вроде бы, когда тебя станет Ну, насколько я помню Это было именно так Потому что только я лещей получал В этой игре Но я сразу выключил Может быть, оно и показывает Когда ты противника станешь Не уверен Но я видел только, когда тебя Месят Ну, как-то в этом, по-моему, смысла нет Ты знаешь, как Вове там Решает контроль Ну да Ну я просто... Я когда увидел Я сразу параллель именно с Вовом И провел Мне там говорят Увервотч Вот эти нюфаги всякие Знаешь А, ну понятно И говорю, какой нафиг увервотч Говорю, у этой теми уже просто тысячелетие целое И в Вове, ну, на этом В принципе, многое и базировалось Потому что все за этим следили Все контролили там Все дела А здесь, ну, не знаю, насколько это Действительно вот важно Добавили Аттончик Да-да-да Ну то есть Я сразу убрал эту штуку Ну как вот Не то, чтобы я не любил все новое Я обычно стараюсь все эти вещи использовать Ну просто посмотреть А вдруг действительно это того стоит То есть я в свое время там на квикасты пересел И с тех пор я вообще не понимаю Как можно на обычных играть То есть ну только если не касается Дела там разных хроносфер Блэкхоллов Ну то есть всяких таких вот Установочных заклинаний Которые мне реально целятся А в целом типа квикасты Вообще, ну, великолепная вещица И... Ну я сейчас многим рекомендую Переключаться именно туда Если вы хотите экономить там Доли времени Тут очень хорошо сейчас Отыгрывают саппорты Команды Элементспрогейминг Это в принципе дефолт Это в принципе дефолт Когда ты собираешься Подпушить вышку Чтоб саппорты заходили Конкретно С Реки То есть выходили Он тут Все равно тяжело брать Такого акса Вот он стоит со стаудшилдом Этими Танквилами своими И его вроде три героя било А вроде урона не получил Вообще Ну урона нет Потому что Огр В принципе второго уровня Он еще и Булдласт взял О, тут Афония в миде Слышал Страйк выбил Аутрул 2 вауров Вот это та самая раскачка Почему так вышел Афония еще себе Нуль принес Ну Продолжу эту тему Тут грамотно Что Чешир Купил себе Перед тем как Полететь Он купил этот Энфизд рейнер Да, да, да Я видел Там как раз Он Скушал урон С Люсенбима Да, да, да Ну и в принципе Выходить может и стоило Но Как минимум Наверное Если прям хотели убить То надо было Ульта луны подождать Так, ну Я смотрю Чеширпка стоит Караулит Луну Не знаю Правда с какой целью Воид убегает А где Паджик? Паджик Я обычно стараюсь Чуть больше за Паджиками следить Потому что от их перемещения Многое зависит Тут пока Он больше тусуется В центре Ну, кстати Скоро у Войда Будет уровень 6 Возможно От этого отталкиваются Возможно Кстати, видишь Не профессионал играет На Драксире Это не Гостик Что ж А, шестого уровня На седьмой минуте Или что? Ну, да Ну, Гостик На самом деле Четко видно Если человек Скажем Задрачивает Одного и того же персонажа Именно Тайминги высчитывает Я помню Вот в свое время Зай на Энигме Вот можно было Просто прийти Посмотреть Когда он на Ну, на лане Когда мы сидим В тренировочной комнате Человек просто Сидел И фармил лес То есть он берет Героя Без мобов Ну, в смысле Без бота Визникова Просто берет И фармит лес Ну, да Не сказать, что Митч Я прям замечал Чтобы он играл Там, паблики И только на Оффлейн позиции Чего ты не скажешь О Гостике Постоянно играет Тут, тут Апони Убили в миде Через сферу Ну, там, героя Да, просто Просто без шансов Реально Да, зла Не хватило Возможно Мисс Коммуникашн Какой-то был Или у Дазла Вообще В принципе ТП-шика не было Не за контролем Этот момент Кстати, Пуч Поставил сейчас Вард Видит он Леброна И будет видеть его Ах Тут очень все Классно по таймингам Получилось А снять-то он его не может А снять не может Потому что Вард Вот к этому Краешку стоит чуть ближе Вообще Да, да, да Милишникам Я знаю Да, да, да Тут Леброна Как раз и забрали Получается Ну, для наших Возможно Не суперопытный Я, типа Выпендриваюсь То, что я хоть что-то знаю В этой игре Поэтому ты уж извини Все нормально Да, да, да То, что если вот этот Обс стоял бы Чуть правее Например, от центряка Его можно было бы Снять С вот этой вот Точки внизу Просто Разбить руками Не совсем Давнего почино Тож подняли Всем милишникам Рейндж-атаки Со 128 до 150 Собственно Уже давненько Да, да, да Это уже давно было Кстати, радует Что дровки Перестали качать плюсы Да Они наконец-то Осознали силу Стрел Силу гаста Раньше что у тебя была Аура и плюсики И поехали Там еще сайленс Бывал, конечно Ну, сейчас Хоть стрелы появились Я вообще удивлен То, что стрелы Сейчас как бы Стрелы Стрелы в троечку Нужны вот сто процентов С двоечкой Убегает еще от тебя Персонажа Ну, то есть Несмотря на то Что ты будешь там Хит энд ранить Да, то есть Все равно как бы С двоечкой Убегает от стройки Уже без шансов убежать Ну, там замедление Чумачича Там 48 процентов То есть Реально очень тяжко Перемещаться Я вот смотрю Сейчас тут паджик Со своим вторым уровнем Крюка стоит И при этом Элемент спингует туда Показывает, что там Есть противник Ну, и очень долго Тут могут тусоваться Даззл с пуджом На итоге Просто все Разбежались Так, ну и что У нас Акс Продолжает все так же Фармить Транпильчики выкладывает Грибчиков забирает 1700 золота Скоро появится Блинг Ну, мне пока У ПРов Все нравится Да, вот пришел Леброн Сожрал Тангусом Этот вард И второй вард Тоже сожрал Хотя можно было Его и поломать Прожорливый Прожорливый Действительно Как бы две головы Поркорнить надо То есть Ну, одной Один съел Другой Другой Да, все правильно Да, ну и пудж Тоже пока бегает Уровень 4 Тоже не совсем Понятно Чем он тут На карте занимается Если Рубик Уже, например Уровень 6 То тут Пятый, четвертый Ну, здесь Шестой, четвертый Да, ладно Еще разница Не слишком большая Но плюс, конечно Огромный для Милана То, что он уже Ультимативную заимел Странно, что Не проедает Топориком лес Бигном Ну, Таташов, кстати Почувствовал опасность Что пропали Откилился фаской И ушел сеншентов На Большой Спаун Опять теряет Много времени Драксизм Так вообще нельзя делать А причем Под вардом Бегают сейчас Их просто спалят Потому что действие Смока заканчивается Да, сразу же Есть инфа Аксу не хватает Буквально чуть-чуть Монет Не-не-не-не Так нет, вижу Не видят Этот вард Он не видит А, да Там деревья Деревья закрывают Сейчас я вот Брян глю А то двинули Немножко акса Да, да Действительно Действительно Двинули Ну, я не знаю Дарксир, по-моему Очень много тратит Еще и курьеры, кстати Могут сбить Ой, да ладно 8 хп Это Рубика Слабачок Рубик немного Хотел дамаж При том, что еще и уровень Он неплохой То есть Так что Все могло быть еще хуже Так, ну и что у нас там Гоги Гоги У него Пурманшилт Я вижу Аквилт Тоже на воде Есть Восьмой уровень Кстати, вот Водит Пока Прям совсем хорошо идет Ну да Относительно того Что он стоял Это, кстати, хорошо Что решили Ребята из элементов Забрать Эншентов этих Конечно Сейчас, возможно Какая-то драка Здесь будет Ну, ПР Я думаю Очень должны Сильно обидеться Сейчас Что-то вообще Как-то выходит Странно У него, по идее Должен быть под сейв Но под сейв Бежит очень далеко У него первого уровня Грейв у Джеймса Поэтому, да Такие телодвижения Действительно были странными И Годем тоже умирает Просто Под Эклипсу Ну, это Что-то Прям совсем странное Какое-то Да-да-да Совсем Совсем странное движение У Чешира Тоже сейчас Можно начинать кайтить У Джеймса По-прежнему Умеется Грейв Но он его может Банально Вообще Он никому Его не дает Он не дал Его даже Это Это провал То есть Знаешь, сложно сказать Что ребята Посыпались То есть Игра еще не началась По сути, да? Ну да-да То есть Еще нет особого Повода Как бы сыпаться Сейчас Это непонятное Исполнение Вначале От Бигнума Который просто Зашел на хайграунд То есть Он видел Что там Недавно Чуть ли Не убили Куру Да То есть Там есть Вижен Определенно Таник стоит Крюч, что он один зашел То есть Без какого-то подсейва Да Дазл вообще в километре был То есть Сейчас Паджер Паджер после этого Вообще решил героя вытянуть Странно Странно Происходит все Не знаю Вот какое-то То ли недопонимание То ли просто Может мисс коммуникация Кто-то начал делать Что-то не то Короче Странно Странно Действительно Это все выглядит Ну ладно Пудж пока добивает себе Уровень 6 Внизу На центре В это время Подобрались уже К Тир-1 Вышечки Ребята Так как Мы уже с Драгонландсом Увидим то, что Стреляет он по вышке Вне радиуса ее поражения Я думаю, что Эту тему пофиксят Кстати говоря Я тоже хотел как раз Только что об этом сказать То, что это реально странно Может какое-то Исключение для вышки Сделают Я не знаю, что Если ее там Откуда не атакуют У вышки 700 Да То есть Вышки надо Конкретно надо Вышку бафнуть На атак рейндж Не Ну понимаешь Просто вышку на атак рейндж Это тоже Немножко глобальное Получается Что-то Ну да Ну да Придется либо вышку Отодвигать Как-то и бафать Ну я говорю Может быть просто Что она сможет Атаковать Атакующие ее цели Даже вне рейнджа Не знаю Атаку Ну это да Ну то есть Снайпер страдать будет Ну это уже его проблемы Собственно говоря Ну Не Ну с этим надо По-любому что-то делать Тем более Такие герои Как Таракса Которые будут стоять Там Даже если крипов нет Но бэкдор протекшен Включен Это вообще неприятно Особенно когда иллюзии Всякие там Шэдоу Демон Сделает иллюзии Или Монта Или еще что-то Как бы нет Нет смысла То что эти вышки Бафали там На армор Если Так безнаказанно Можно их избивать Да Это действительно Немного неправильно Значит Пытаются Ребята из ПР Реализовать Смок С даггером На аксе Кстати я заметил Что Паджер То у нас вообще Сайрон талон Это интересно Он может себе Конечно пути там Прогрызать Позиции Занимать хорошие Но тут кстати Элемент тоже Отвечают Смоком Сейчас посмотрим Как это все Ой Их на нас Свера какая великолепная Это называется Найт Вижен Луны Да Ну и Это действительно Очередной возможно Развал Уже Минус 3 Вот Элемент Про Гейминг Остается в живых Только Годем И Афонин Их тоже Уничтожают Да Найт Вижен Вот реально Такое чувство Будто ребята Вообще Ну не знали Не понимали Что на них Будут нападать И ведь действительно У Луны Дальность обзора Ночью Такая же Как и днем Или даже больше Вроде бы такая же Если эту штуку Не фиксили Ну во всяком случае Как Сларк В общем Ночью она видит Вот И это неприятно И просто Они заходят Слепую А элементы Их видят Не имея Даже при этом Вардов Ну и за счет Вот это За счет Вижена Стоит Вот Вот я показываю Сейчас радиус Дальности Вижена Луны Это далеко Ребят Это реально Очень далеко Ну хорошая позиция Была просто Грамотно Заходили по краюшку То есть Аккуратно Не спеша Ну тут Пэры Разве что Могли ночью Не идти Но так Переиграны На уровне Пассивки луны Ну то есть Она видит Только безусловно С лунар Блесингом То есть Если она не имеет Третьего скала Она так не видит А дополнительный Обзор Ночью Тысяча Ё-моё Кстати говоря Возможно Когда-нибудь Когда луна Будет прям Супер метовой Я думаю Что эту тему Пофиксит Да и Ее уже Фиксили Я помню У Бэтрайдера В свое время Потому что Он просто Везде и всегда Появлялся У Шторма Римнанд Фиксили Да У Шторма Римнанд Фиксили И у Ульт Фиксили Что-то еще Точно Фиксили Не помню Точно что Не У Шторма Фиксили Конкретно Римнанд И ульт И обзор Ну в смысле Я имел Не только По мане А то что Еще обзор Фиксили С ульта Когда ты летишь Ты не видишь Когда ты Римнанд Ставишь Там тоже Меньше Гораздо Рейндж Ну там Вроде Чуть ли не В размер Римнан Сейчас В размер Вижу Не-не-не Там Триста Четыреста Нет-нет Скорее всего Это то что Ты с ульта Не видишь Нет обзора Больше Очень странно Начало игры От Команды Бэр Даззал Еще ни одного Гребания Дал в итоге В этих замесах Да Еще тут уже 2.12 Как бы 7000 Перевеса У Элемент И У них вроде как Пик даже Неплохой Я имею То что Луна Достаточно Лейтовая Там Тот же Дарксир Воид Воид Причем Сейбром Сейчас бегает Прям Намерен Убивать людей У Рубика Блинг Появляется Я наезжал Там на Рубика Я даже В частности И В принципе Если Рубик Будет с таким Хорошим уровнем С хорошими Артефактами То почему бы И нет Не Ну Я сказал Сразу Сначала Что Рубик Не так уж и Плох Конкретно На линии То что Он может И вгонять Еще что-то Ну Тут череда Просто ошибок От Power Rangers Плюс Почему у Рубика Появляются Айтемы Не потому что Он слишком Хорош Да Потому что Действительности Забирают спокойно Вышки Хорошо дерутся Вот у Рубика 10 ассистов То есть 12 киллов На карте И он в 11 Участвовал Ну а При этом Ни разу не умирал Да Ни разу не умирал Вышки забирались Тут Огар Вардит То есть Все Чики-пуки Так У нас кажется Кого-то нашли Да Нашли Там пока что Леброна Но Это самый жирный Персонаж Которого Можно было Наверное найти В итоге Чешир Не может Стараться Даже с ним И посмотреть Что делает этот Угар-маг Просто идет Его и месит Да, конечно Вроде бы Как раз стреляют Я думаю Буду кейзить Сейчас Сейчас будет Хаст Для Вайда Сейчас будет Моносфера Ой, хорошо Хорошо А может даже Пудемо сейчас Переключаться Оно Хорошо, что Зацепил Конкретно Паджера Он Коснулся Иначе Паджер Мог просто Вытащить Ну да И вдвоем Убежали Кстати Заметил Что Вайд Купил Да Я уже как раз Говорил про Эхо Сейбр То, что Такой прям Убийца Убийца Так, смотри У нас еще Милан Находит Сейчас Первый Левел Астрала Прячет Ну там Просто Вайд Уже спешит И Вайд Сейчас может Просто прыгнуть И со своим Эхо Сейбром Пару башек Выписать Ну вот Вот этот Например Башек И все Развал Кабин Просто Ну а ты Кстати Заметил Что у нас люди Там в чатике Говорят по поводу Снайпера Но ребят Все таки Снайпера Нельзя сравнивать С дровкой У дровки Дэмэджи Куда больше И Суть то именно В этом Потому что Она очень больно Бьет вышки И еще При этом Остается безнаказанной Снайпер Там эту вышку Ковырять 200 лет Будет Да У него там 80 атаки этих И дров рейнджеру Которые 150 Без артефактов Не совсем верное сравнение Думаю что сейчас Просто будет Опять какой-то Пик-офф Под Под Сферу вайда Заберется Рошан Возможно даже сейчас Просто они пойдут Заберут Рошана Почему бы нет Ну что в принципе Вначале решить Ну что-то Луна Решила Потень что-то Ввернулась Пошла еще Стакнуть Спокойно Забирает Вот бегут Ребята из ПР Хотя могут Неплохо Подраться На самом-то деле У вайда-то Нету сферы Да Но начинать Нужно с хорошего Какого-то крюка С великолепной Инициацией А тут Крюка Только Рома говорит Надо начинать С хорошей Инициацией В этот же момент Паджер Помахивается Хуком Так и Акс тоже Даже прыгать не стал В итоге Рубик сейчас Смотри в инвизе Он видит год демо Сейчас скажет Ребята у меня тут для вас Есть свежее мясо И свежее мясо Находят Не дать не взять Никуда этот путь Уже не денется Ну и Все Можно продолжать давить У вайда Уже сейчас Яша подъедет Помимо этого Эхо сейбра Хроносфера готова Эгида имеется Ну все Давим Топчем Верно Верно же Верно Кстати Несмотря на Хорошее начало У Д У него Все Относительно плохо Ну 6700 Притом Насколько Сильно Проигрывает Команда Это Мне кажется Даже не слишком Трагично Трагично У Луны 14000 Творца Ну да Но тут Нет Я не считаю Что здесь Есть вина Конкретно Афоне То что Ну вот так Все складывается Что У нас зачастую На самом деле Люди привыкли Винить Там конкретно Игроков Но здесь Команда Проигрывает Все целая Команда Ну да Тут и суппорты Не доигрывали И вот этот Путш Который Ну просто есть То есть Он ничего в игре Толком не сделал Возможно Это слишком хорошо Обыгрывали его Элемент Возможно Ну да Но это же не Винкс Как бы Ну да Так У нас тут Акс прыгнул Никого не забайтил На себя Замисклейл Прыгнул Момент Словил Ну в любом случае Афонина вытирают Гоги сейчас может Отпрыгнуть Хотя его переагрил Чешир А Гоги пофигу У него Егис Ну да Просто развал На базе Конечно Выкуп есть Но Выкуп естественно Уже ничем не поможет Просто доломать башню Здесь Очень хорошо Гоги сыграл Сразу же Контеринициировал И закрыл с собой Заслонил Не дал вытащить Ада еще при этом Да Он причем понимал То что если вытащат Его то ничего страшного А вот То что Дваурора Убить Захрона Это весьма Была бы неплохая идея Без шансов Однокалиточная игра Что-то совсем легко Как получилось Не знаю Элемент спор гейминг Молодцы конечно Не Круто сыграли Без вопросов Хотелось Больше прыти От Пау Рейнджерс Увидеть Как-то слишком вяло Все было Знаешь Мне кажется Что ребята СПР очень Скажем так Как правильно выразиться Подвержены Минус морали Я считаю Что после этого момента В тильтушле Да Они тильтанули После первого момента Они попытались Еще что-то сделать Но опять же Луна Найт Вижн Как бы Это все Дало хорошую позицию Ребятам из Леменс Шикарная хроносфера На топе Все Просто Две драки Минус пять Все ГГ Набрали преимущество За сноубол Ну просто за сноуболили Ну тут Пэры Сами начали отдавать игру Там Начиная С этого момента Где Бигнум вышел Посмотреть Как Эншендов убивает Ребята Мои Мои не трожься Ох Ладно Давай уйдем на небольшую Пятиминутную рекламно-музыкальную паузу После которой мы вернемся Ребят И досмотрим Эту однокалиточную игру Ну возможно она будет В другую калитку У нас сегодня уже был Подобный сценарий Когда в первой игре Одни побеждали Во второй в третий Там Другие просто переворачивали Ну да Это бы хотел отметить Что тут Тут пока мне кажется Еще рано делать какие-то выводы Хотя Кто его знает В общем-то Небольшой перерыв После которого мы вернемся Вторая карта PR против Elements Pro Gaming Далеко не разбегайтесь Продолжение следует... Продолжение следует...